всем привет сегодня я помогаю определиться замечательной семьи из четырех человек с квартирой от замечательного застройщика атом строй комплекс дорогие друзья я помогаю вам выбрать правильно квартиру для этого вам нужно обратиться заранее не бежать сломя голову к застройщику или риэлтору покупать квартиру а потом чесать репу а что же с ней делать и дизайнер будет тоже чесать репу и думать действительно что же с ней сделать такой покупил чесным сделать то вообще поэтому друзья я стараюсь для вас сегодня я разберу квартиру для семьи из четырех человек запрос у нее очень простой у нас мальчик и девочка поэтому должно быть две отдельных помещения в которых бы они чувствовали себя комфортно и не мешали нам родителям а нам пожалуйста тоже отдельную комнату и конечно же много очень много мест хранения наверняка у вас тоже дома требуется очень много мест хранения просто уверен в этом не знаете как это сделать обращайтесь за консультации ко мне ссылочка будет в описании кстати подпишитесь на канал потому что возможно эта квартира будет не похожи на вашу а вы посмотрите в следующий раз и и она окажется может быть похожи на вашу в общем смотрите мои ролики дорогие друзья ну а я показываю что же можно сделать вот из этого для милой хорошей семьи для начала изучим объект вход в квартиру здесь попадаем в прихожую из которой сразу же раз два три четыре пять пять дверей как это возможно как вы это будете в дизайне оформлять это же ужас так делать нельзя ну ладно в прихожей есть гардероб слава богу что он вообще есть правда маленькие там особо то ничего не разместится да нет разместится но все равно он маленький одежды больше дальше идет огромная кухня гостиная какой-то серповидной формы вот начудили застройщики но ничего молодцы креативят креативьте дальше есть гостевой санузел дальше есть одна спальня с ванной и вторая спальня с ванной друзья вот это прямо восторг не шучу спальня со своей ванной это крутяк и здесь две спальни и у каждой своя ванна но это же просто уровень и от кого от атом стройкомплекса это те от кого вообще ничего не ожидаешь а тут на тебе пожалуйста молодцы чуваки но нам то нужно еще одна детская комната ну и где ее здесь взять давайте подумаем первое что пришло мне в голову это вот так вот половиночку отрезать от гостиной и сделать в этом треугольнички еще одну детскую возникает сразу два вопроса первый как здесь расставить мебель и почему вход из гостиной будет если мы делаем вход вот допустим с угла то нам нужно поставить куда-то кровать куда-то рабочий стол и шкаф посмотрите все место занимается вот этой вот мебелью и жизненного пространства не остается в общем так тесно ребеночку будет конечно не очень комфортно и второй момент это ванны а где ванну то ему простите ходить ванны то нет они все заняты другими комнатами вот с этими проблемами я столкнулся и что у нас получилось смотрим после рекламной паузы а у нас еще нет рекламной паузы да ну ничего работаем над этим и так что я сделал как вы видите я из кухни сделал детскую комнату и сейчас здесь у меня поместилась прекрасно кровать рядом с кроватью прекрасно поместился шкаф и кстати над кроватью тоже частично зашел шкаф но вы знаете вот так вот а кровать как бы немножечко в нишу так поместилось можно мягенькими тканями обить и получится такая уютненькая норка ну в общем это как вы в дизайне уже решите кстати если не знаете как это решить в дизайне обращайтесь к нам мы к вашим услугам что здесь еще есть комод рабочий стол ну и два пуфика кресла чтобы было куда гостям плюхнуться давайте лучше посмотрим что с общим пространством получилось кухню я перенес за стенку видите буквой п ее поставил еще и остров умудрился уместить за островом готовить же приятнее удобнее остров хорошо освещается хозяйка когда готовит всех видит ну просто чудесно и замечательно забегая вперед отвечаю на ваш вопрос а как же коммуникации так очень просто посмотрите вот раковина и от этой раковины вдоль стены мы ведем трубы с водой и никаких проблем кстати можно и в стену заштробить и в стене спрятать эти трубы и подвод воды и трубу канализации никаких проблем строители меня поддержит но поддержит же но поддержите строители напишите в комментариях что так сделать возможно то сейчас люди начнут задавать вопросы о господи как же это делать можно а вентиляция вытяжка простите тоже очень просто через комнату под потолком уходит в шахту вентиляции потом все аккуратненько гипсокартоном зашили и вы ничего не видите и не знаете ну да она удалилась чуть подальше от шахты ну да кпд будет чуть пониже ну поставьте моторчик помощнее сейчас знаете какие вытяжки есть вот итак возвращаемся к кухне здесь есть все самое необходимое есть холодильник есть колонна с духовкой с микроволновкой это очень удобно когда духовка на уровне груди дальше у нас идет поверхность вот такой высоты чтобы из холодильника достать продукты на нее положить дальше мойка в ней помыли дальше из мойки достали вот здесь все порезали и положили в кастрюлю жарится париться варится вот здесь на варочной поверхности все удобно эргономично продумано здесь нету высокого шкафа здесь есть стол который пропускает свет видите я даже стрелочку нарисовал где видно что мы и туда можем смотреть и сюда можем смотреть а еще она очень хорошо пропускает свет и находясь в прихожей когда мы заходим в квартиру она будет освещена дневным светом ну круто же согласитесь прям класс ну замечательно а еще можно придя в квартиру с пакетом продуктов сразу же поставить его на этот стол не обходя так сказать всю эту конструкцию дальше в гостиной есть отдельно стоящий круглый стол который при необходимости раскладывается и пожалуйста вы гостей можете пригласить хоть четверых хоть шестерых неважно стол большим может стать дальше идет диванная группа телевизор естественно напротив него диван не угловой вообще я не очень люблю угловые диваны нет я ничего против них не имею но в такие небольшие пространство лучше ставить отдельно стоящие вот такие вот прямые и дополнить их легкими креслами которые легко передвинуть подвинуть повернуть и организовать такой уголок как вам больше нравится это общее пространство дальше мы идем попадаем в некий коридорчик из которого уже обратите внимание есть различные двери прихожей у нас осталось всего лишь одна дверь в спальню ну и входная они 5 как было раньше 525 дверей в одном месте просто из этого коридорчика мы попадаем первое в постирочную ребята я сделал постирочную где стоит отдельно стиральная машина отдельно хранение для уборочного инвентаря одну и бог знает что еще можно там хранить это просто удобно кладовая это ванна она и для детей и гостевой туалет все в одном но зачем нам плодить санузлы я подумал сделаем одну большую будет стоять отдельно стоящая ванна унитаз раковина места предостаточно всем хватит ну и хорошо дальше дверь еще одна гардеробная семья большая вещей много поверьте мне у меня трое детей я знаю сколько вещей я уже не знаю куда их запихнуть поэтому это помещение будет всегда востребована верхнюю одежду обувь шапки шарфы спорт инвентарь туристический инвентарь удочки лыжи шлем шляпа бальное платье да все что угодно даже новогодние игрушки и чемоданы можно там хранить в общем очень большое удобно и комфортное помещение дальше вход во вторую детскую и это детская такого же размера как первое про которую я говорил ну может чуточку побольше таки это очень важно чтобы дети не дрались они будут драться и говорить моя больше я сюда хочу нет это моя а я сделаю меньше и гардероб получили и детей помирили мы мирим семьи обращайтесь к нам ссылочка в описании студия градис не только прекрасные интерьеры но и психологическое здоровье вашей семье так у нас осталась мастер спальня друзья посмотрите что я с ней сделал при входе чтобы спрятать немножечко кровать я переместил дверь и слева получился шкаф но это на первый взгляд шкаф это не шкаф это дверцы которые открыв мы увидим рабочее место это же важно сейчас дома иметь рабочее место важно за ней кровать большая вот прям большая люди любят большие кровати напротив шкаф в этом шкафу естественно хранится одежда а за этим шкафом узкий шкаф который работает на душевую на ванну и пользуемся мы им с обратной стороны ванной же много всего нужно хранить поэтому ставим узенький шкафчик и в этот узенький шкафчик всякие баночки скляночки бутылочки и даже рулоны туалетной бумаги влезут а если представить что этот шкаф шириной два с половиной метра и высотой от пола до потолка прикиньте сколько туда всего влезет вообще все влезет туда даже можно сделать розетку внутрь и повесить фен ванная комната у нас осталась точнее душевая которая при родительской спальне здесь есть в торце душевая кабина большого размера это даже не кабина это просто душевой поддон облицованный плиткой и со стеклянной перегородочкой куда мы заходим принимаем душ выходим у нас есть унитаз ну естественно куда же мы без него и раковина и все это с окном ребята как я люблю когда вы делаете окно в ванной просто респектуха вам дорогие застройщики просто уважуха потому что ванная комната должна быть с окном тогда она превращается в комнату для релакса но это же круто зайти утром умываться и видеть солнышко даже если солнышко не видим свет-то проникает ну просто классно ну класс ну молодцы молодцы я этот эффект усилил сделал вход вдоль стены и из стеклянной перегородки зачем а затем чтобы когда она закрыта мы все равно видим стену стену с двумя окнами смотрите какой большой она становится то есть визуально для нас пространство становится больше света попадает больше ощущение простора больше в общем один сплошной позитив и дизайн а если вы не хотите чтобы вас видели сквозь эту стеклянную перегородку поставьте smart стекло smart стекло и такая штука когда стекло бах и не прозрачная на кнопку нажал бах она прозрачная подытоживая все сказанное ребята из этой квартиры можно сделать трехкомнатную плюс гостевое пространство его можно сделать комфортным и удобным здесь будет достаточно мест хранения будет мастер спальня будет хорошая удобная красивая просторная гостевая комната где кухня стол и диваны две отдельно стоящие детские и ванна у них и постирочная отдельно в общем круто я сделал хотите чтобы я также круто сделать для вас там где описание ищите ссылочку и я для вас с удовольствием сделаю разбор планировки сделаю это за символическую плату но если хотите сделаем дизайн проект тоже ссылочка в описании подписывайтесь на канал ставьте лайк если вам понравилось на колокольчик обязательно нажмите потому что в следующий раз будет тоже разбор не менее интересной планировки всем пока да прибудет с тобой муза